Оригинальный способ приготовления и подачи это будет на веточках розмарина вместо обычных шпажек и шампуров. Для шашлычков из белых грибов и куриного филе нам понадобятся белые грибы, куриное филе, растительное масло, соль, сливочное масло, паприка, свежий розмарин, чеснок и перец чили. Для этого блюда лучше всего брать белые грибы. Они хорошо держат форму, очень хорошо пахнут и сочные. Курица сама по себе сухая, но сочетание с сочными белыми грибами она будет идеальна. Для этого рецепта я заранее подготовил и отварил грибы. Перед варкой отделил шляпки от ножек. Я нализал шляпки примерно на 4 части и отварил до полуготовности. Грибы пока что у нас постоят, а мы сейчас с вами займемся куриного филе. Берем одну куриную грудку, это приблизительно 300 граммов. Так, нарезаем их прямоугольниками 3 на 1,5 сантиметра. Берем 5 веточек свежего розмарина. Желательно их брать подлиннее и потольше, чтобы было удобно на них нанизывать наши шашлычки. С каждой веточкой мы снимаем листья, но сверху оставляем буквально 5-6 штучек. И так же делаем все остальные веточки. Листики, которые у нас получились, мы меленько их порубаем ножом. Берем среднюю мисочку и кладем нарезанные листочки туда. Сюда же мы добавляем пол чайной ложки соли, сколько же и паприки. Выдаливаем сюда 2 зубчика чеснока. Чтобы скрепить это все, наливаем сюда буквально 2 столовые ложки растительного масла. Берем перец чили, 3 небольших стружка. Нарезаем их колечками толщиной 1 сантиметра. Добавляем сюда. Кладем куриное филе. Это все перемешиваем. И теперь мы добавляем сюда грибочки. Отжимаю лишнюю влагу от грибочков. Отправляем грибочки наши в перцу с куриным филе. И это все перемешиваем. Такой же аромат дает мне. Я их оставлю буквально на 5 минут. Грибочки и куриное филе, чтобы их промариновались. Курочки и грибные шляпки уже замариновались. Ставим на плиту сковородку. 2 столовые ложки растительного масла. И кладем сюда буквально 25 грамм сливочного масла. И оставляем подогреваться. Мы можем теперь нанизывать шашлик на веточки розмарина. Но, если у вас не получается, предлагаю брать деревянные шпажки. Сделать дырочку, а потом переодеться на розмарин. Берем сначала куриное филе. Теперь беру шляпку. Теперь стружковой перчик. И так же чередуем дальше. У нас получаются вот такие шашлычки с курицей, с белыми грибочками и острый стружковой перчик. Теперь я смело разогретую масло кладу на наши шашлычки. Жарим 10 минут, постоянно при этом переворачивая. Мы сейчас его проверим куриное филе. Просто продавим вилочкой. Если она упругая, значит, она готова. Наши шашлычки готовы. Я готов их пробовать. Ммм, какой аромат. Вы просто жалко не слышите. Это вкусно. Вау! Это надзвичайно смачно, поверьте. Очень вкусно. Благодаря соку из белых грибов курица не сухая. Курица насколько нежная, легкая, с золотистой корочкой, с сочными и ароматными грибами. И вот эта нежная сливочная нотка. Я думаю, мой рецепт вам понравился. μм, подборка. ПОДПИШИИ, ПОДПИШИ, ПОДПИШИ andsto see youонь Продолжение следует...